Есть желания и средства, будете жить комфортно. В МРИЛ активно реализуется федеральная программа формирования современной городской среды, о поддержке которой заявил Владимир Путин. Программа перспективная, всероссийская. Только в Ишкарале в следующем году на благоустройство общественных территорий по программе выделят почти 90 миллионов рублей. Отремонтируют сквер имени Сверина и несколько пешеходных зон. Финансирование также получат Звениково, Казмодемьянск и Волжск. Суть проекта формирования современной городской среды в том, что горожане сами выбирают объекты для реконструкции и благоустройства, будь то дворы или городские парки. Проект был запущен в 2017 году. Годом позже состоялось первое рейтинговое голосование, в котором, к примеру, в Ишкарале победила аллея здоровья. Бюджет проекта составил 45 миллионов рублей. Как итог, благоустроенные тротуары, велодорожки, скамейки, спортивные комплексы и детская площадка. Я думаю, что у проекта современная городская среда и в нашем городе, и в нашей республике в целом, конечно, будущее очень большое. Почему? Потому что на сегодняшний день обратная связь между желаниями наших жителей и тем, что делает власть, является абсолютным. То есть сделано на сегодняшний день ровно то, что хотело большинство горожан, о чем они прозрачно, демократично высказались на выборах. И я думаю, что в будущем, когда мы будем устраивать территорию общественную, мы ровно таким же порядком будем идти. В этом году на реализацию всех проектов программы «Городская среда» в Ишкарале было выделено более 90 миллионов рублей. Половина средств ушла на обновление бульвара Чивайна. Пожалуй, впервые в истории столицы здесь было создано масштабное общественное пространство, попадающее в современные тренды. С зоной бесплатного Wi-Fi и скамейками, оснащенными USB-разъемами. Бульвар Чивайна был одним из лидеров в голосовании горожан по проекту «Современная городская среда». Проект получился коллективным, и мы не можем выделить какого-то одного специалиста. Собирали данные у нас, естественно, в Управлении архитектуры, но мы благодарны всем активистам, кто участвовал в этой работе. Это десятки и сотни людей. Естественно, спасибо сегодня говорим подрядчикам, потому что и они свою долю внесли креативы и творчество. Преобразился в этом году и столичный парк Победы. Теперь входную группу украшают стелы с фотографиями жителей республики, которые отличились на фронтах Великой Отечественной войны. Биографию каждого из них можно будет прочитать с помощью QR-кода. Спроектировали парк так, чтобы каждый горожанин нашел здесь дело по душе. Здесь есть детская площадка, площадка для воркаута, скейтинга и каток. Сейчас все очень с радостью воспринимают благоустройство этого парка. Это, безусловно, место или площадка, которая украшает столицу республики. Поэтому призываю всех бережно относиться к тому, что в этом парке сделано. Ну и, в общем, понимать, что это наша дань тем, кто воевал, тем, кто обеспечил сегодня беззаботную счастливую жизнь. В следующем году по программе «Городская среда» в столице отремонтируют сквер имени Юрия Сверина и пешеходные зоны по улицам Рябинина и машиностроителей возле завода ММЗ. Отмечу, что благоустройство тротуаров включает в себя не только ремонт асфальта, но и установку урн, скамеек, светильников. Эскизы проектов есть на официальном сайте мэрии. Но какие именно архитектурные формы будут установлены, зависит от количества средств, выделенных из бюджета. Это был осознанный выбор наших горожан. Все мы являемся так или иначе пешеходами, все мы ходим по этим тротуарам. И люди решили, что нам наиболее важно сейчас пешеходная сеть в нашем городе. Изменения благодаря программе «Градская среда» произошли и в другом городе республики. В Звенигово провели, пожалуй, самый масштабный ремонт набережной. 61 миллион потрачен не зря. Набережная получила название «Душа города Звенигова» и сразу же пришлась по душе абсолютно всем жителям. В 2018 году главой государства Путин Владимир Владимирович в январе месяце был объявлен всероссийский конкурс среди малых городов и исторических поселений. Город Звенигово, малый город, численность поселения 11,5 тысяч участвовал в данном конкурсе. В итоге вышел финал и победил. Вошел в двадцатку из четырехсот городов с финансированием с федерального бюджета в размере 55 миллионов рублей. Реализация проекта заключалась в изготовлении проекта, получении государственной экспертизы, торгов и реализации данного направления. В итоге мы справились с задачей, мы видим, какая набережная у нас получилась. Теперь этот участок города прекрасно смотрится и на месте, и с высоты птичьего полета. Помимо пешеходной зоны и велодорожек, в Звенигово реконструировали памятник героям Великой Отечественной войны и установили два новых монумента. Фактически с ноля построили летнюю эстраду. Теперь здесь можно проводить не только концерты, но и ставить спектакли под открытым небом. И все это рядом с набережной. Для занятий спортом небольшой скейт-парк, площадка с уличными тренажерами и поля для футбола и волейбола. Не забудут и про зимние виды спорта. Вам поручение к столетию республики, чтобы у вас освещенная трасса лыжная. Не претендуем, что она асфальтированная. Сделайте пока освещение. Пусть она будет в грунте. Но чтобы следующая зима, зима 2020-2021 год, уже у жителей была трехкилометровая трасса. Впереди Звенигово ждут масштабные работы по берегу, укреплению и возведению причальной стенки. На эти цели предполагается потратить более 300 миллионов рублей. Поэтому в ближайшем будущем Звенигово станет не только комфортным городом для тех, кто здесь живет, но и привлекательным для многочисленных туристов. Как, впрочем, и Космодемьянск. Здесь в этом году реконструировали городской парк и отремонтировали улицу Ленина, которая непосредственно выводит жителей и гостей города на набережную. В целом, проект «Комфортная городская среда» – одно из приоритетных направлений развития города. Он реализуется с подачи главы государства. Программа рассчитана до 2024 года, а значит, не только столица Мариел, но и многие населенные пункты республики в ближайшем будущем приобретут по-настоящему современный и цивилизованный вид.